Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, 11 главу Матфея. Это место Писания высветилось для меня. Оно на самом деле не оставляет меня в покое. Потому что для жизни веры очень важно, чтобы мы поняли то, что здесь показано. Матфея 11, 12. В версии короля Иакова сказано, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне, Царство Небесное терпит насилие». «И неистовы берут его силой». В расширенном переводе сказано, «Со дней же Иоанна Крестителя до настоящего времени, Царство Небесное претерпевает неистовое нападение». Прислушайтесь к этому переводу. «И неистовые люди захватывают его силой». Как драгоценный приз, долю в Небесном Царстве ищут с самым горячим рвением и интенсивным усилием. Обратите внимание на очень образное описание. Что же значит слова «Царство Небесное терпит насилие»? Это ясно из слов «неистовые берут его силой». Вот что предлагает нам Царство. Благословения, которые нам принадлежат, которые Бог сделал доступными для нас, ждут, чтобы мы их взяли. И именно это упускают многие люди. Они просто ждут, чтобы все свалилось само. А Бог ждет, чтобы мы это взяли. 2020 как самый лучший год не просто свалится. Нам нужно взять его как самый лучший год. Царство Небесное все нам предоставило. Нужно только взять. Если помните, в книге Откровения есть стих. Я не скажу вам сейчас точную цитату, но там сказано. «Желающий пусть приходит и берет воду жизни даром». Вода течет, но вам нужно подойти к ней и взять ее. И если в вашей жизни нет чего-то, что в ней должно быть, оно ждет, чтобы вы его взяли. Бог ничего не удерживает. Все дожидается того, кто возьмет. Мы понимаем, что пассивный подход к духовным вещам оставит нас ни с чем. Небрежный подход оставит нас в нужде. Не потому, что Бог нас не обеспечивает, а потому, что мы должны выполнить свою часть. Взять. Важность этого невозможно переоценить. В любом сезоне жизни. И в этом сезоне, когда у кого-то изменилось количество рабочих часов, изменились возможности трудоустройства, вы все равно можете брать. Есть другие пути для вас. Так часто мы полагаемся лишь на те пути, к которым привыкли, на пути, которые прежде работали в нашей жизни. Но если они меняются, это не важно. Нам все равно доступно обеспечение. Мы все равно можем взять ответы и помощь. Знаете, люди веры – это люди, которые берут. И если вы не берете, вы не в вере. У вас может быть вера. Вы можете верить в веру. Вы можете верить в Слово Божье. Но если вы не берете, вера бездействует. Я хочу напомнить нашей церковной семье, нашим друзьям и партнерам, которые смотрят. Будьте теми, кто берет. Пассивное рассиживание оставит вас ни с чем. А дьявол обожает врать. Бог не заботится о тебе. Ты живешь в недостатке, потому что сейчас другое социальное, политическое, экономическое время. Приходится обходиться без чего-то, такова уж сейчас жизнь, не для берущего. Жизнь не такова для человека веры, который берет. Мы продолжаем возрастать. Мы продолжаем входить в большее. И не важно, что происходит в экономике, политике, обществе. У нас должно быть возрастание. Прекратите мириться с отсутствием возрастания. А оно придет, когда вы его возьмете, а не потому, что все в порядке в правительстве. Не потому, что жизнь в обществе вернулась в норму. То, что Бог предлагает нам брать, никак не зависит от общества, экономики или политики. Оно полностью основано на том, что Бог нам даровал. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Ваше здоровье – то же. Все обеспечение небес – то же. И оно ждет тех, у кого хватит неистовости, чтобы его взять. Понаблюдайте за детьми. Я бы сказала, за трехлетками. Но я видела и как дети постарше расталкивают друг друга, чтобы добраться до игрушки. Если игрушка одна или угощение одно, я просто должна вам рассказать одну историю. Из моего детства. У меня два старших брата и одна старшая сестра. И моя мама всегда настолько разумно подходила к воспитанию детей. У нас остался один кусок пирога в семье сладкоежек. В нашей семье сахар заменял все четыре основные группы продуктов питания. Так уж было. И вот мама испекла пирог, а братьям на тот момент было около 12 и 13 лет. Итак, остался один кусок пирога, и они оба влетели одновременно, чтобы его взять. И мама сказала старшему брату, «Ты разрежь этот кусок напополам, а твой брат выберет свою половину». То есть тот, кто режет, не сможет выбирать. Так что придется разрезать точно поровну, а не отрезать столько, сколько хочется. Ты режешь, а второй выбирает. Видимо, она не доверяла их способности разрезать поровну, и потому сказала старшему, «Ты разрежь, и младшему, а ты выберешь». И старший сказал, «Я не буду резать». Он боялся, что разрежет неровно, ему достанется порция поменьше. Тогда она сказала младшему брату, «Хорошо, ты режь, а старший пусть выбирает». И он, «Я не буду резать». Никто не хотел резать. И мама сказала старшему, «Не будешь резать?» Он ответил, «Нет». Спросила второго, «Не будешь резать?» Он, «Нет». Она взяла этот кусок, запихнула себе в рот и ушла. Если вы будете просто сидеть и ждать, пока все обстоятельства сложатся как надо, если вы будете просто сидеть и ждать, пока кто-то за вас все сделает, враг придет и украдет. Мама не враг, я этого не говорю. Но я пытаюсь сказать, что вам нужно выполнить свою часть. И если вы не выполните свою часть, кто-то другой выполнит свою часть и получит вашу порцию. Знаете, многое, что было предназначено для одних людей, получили другие, которые первыми это взяли. Вы скажете, разве то, что предназначалось мне, может оказаться у кого-то другого? Помните о талантах? Одному человеку был дан один талант, другому два и еще одному пять, и получивший пять талантов умножил их, приобрел прибыль. И господин сказал, «Возьмите талант у того, у которого он один, и дайте имеющему десять». Потому что если человек не готов взять ответственность за то, что Бог дал, и быть активным в этом, Бог позаботится, чтобы Его благословения все равно для кого-то работали. И если вы их не собираетесь брать, кто-то возьмет и будет благословен. И что-то внутри постоянно мне напоминает. Нам нужно быть активными по отношению к тому, что Бог нам даровал. Мне достаточно просто знать, что Он нам обеспечил. Нужно быть агрессивными. И обратите внимание, какие слова использованы в расширенном переводе. Там сказано, «Неистовые люди захватывают Его силой». О чем идет речь? О физической силе? Конечно же, нет. Речь идет о силе веры. Вера – это сила, которая побеждает. Вера – это сила, которая неотступна. Вера – это сила, которая не разжимает хватку. Как я уже говорила, понаблюдайте за детьми, дерущимися за игрушку. Кто не отпускает, тот и выигрывает. Тот, кто отпускает или ждет, чтобы пришла мама и что-то сделала, отобрала игрушку и отдала ему, в конечном итоге окажется ничем, потому что будет кто-то, кто этого больше хочет. Скажу так. Получает тот, кто больше всего этого хочет. И еще, если желание дьявола вас обокрасть сильнее вашего желания взять в благословение, он украдет его. Повторю еще раз. Если желание дьявола вас обокрасть сильнее вашего желания взять в благословение, он украдет его. Вам оно не достанется. Он вор. Он украдет у вас то, что вам принадлежит. Поэтому обязательно берите. Берите. Есть вор, который постарается украсть у вас то, что вы не берете. В версии короля Якова сказано, что Царство Небесное терпит насилие. Что это значит? Это значит, что оно допускает, разрешает насилие. Какое насилие? Насилие веры. Веры, которая просто преследует свое и не отступает, пока не возьмет его и не увидит его воплощение в реальности. Халатный, половинчатый подход никогда не сумеет принять то, что Бог даровал. Многие христиане живут половинчато. Послушайте, плоти легко убаюкать вас, чтобы вы жили в полсердца. Плоти проще рассесться и выбрать легкий путь, который потом дорого обойдется. Помню, лет, наверное, 35 назад я пошла спать часов в 11. Нет, скорее даже в 10. И в полночь я проснулась со всеми симптомами гриппа, которые только возможны. И я просто лежала в кровати и в полсилы запрещала, в полсилы противостояла. Вы понимаете, о чем я? Так, чтобы не расшевелить себя. Я не встала с кровати, я не сделала ничего, что было бы неудобно. И вот, пока я лежала и в полсилы что-то запрещала, надеясь, что что-то свалится, Дух Божий проговорил мне, «Сейчас самое время сделать то, о чем ты проповедуешь». И я такая, о-о-о, не в бровь, а в глаз. Когда вам не хочется что-то делать, ни в коем случае не поступайте согласно вашим чувствам. И я поняла, мне придется встать и пересилить это. А физически мне было настолько тошно, что каждое движение возбуждало тошноту, настолько, что не хотелось шевелиться из-за этой тошноты. И вот, я встала с кровати, а когда ты еще в полусне, и тело хочет снова заснуть, и оно плохо себя чувствует, я просто знала, мне нужно выйти из спальни, иначе я свалюсь обратно в постель. Почему? Потому что проще всего вернуться к тому, что легче. Итак, я встала, спустилась на первый этаж, и начала ходить вокруг кофейного столика. А я даже выпрямиться не могла. Живот так сильно болел, что я ходила согнувшись вот так. И посреди ночи, насколько духовными вы себя чувствуете? На самом деле. Когда тело болит, насколько духовными вы себя чувствуете? Но дело не в чувствах, а в той силе, что внутри вас, и ее вам нужно возгреть. Павел сказал Тимофею, «Возгревай дар Божий, который в тебе. Вас, Дух Святой». И Павел говорил о возгревании того, что вложил Дух Святой. Дух Святой вложил в вас меру веры при рождении свыше. Она в вас. И я надеюсь, что вы питали эту меру веры и взращивали ее. Возгрейте ее. Все, что в вашем духе, необходимо возгревать. Иначе вы просто беспечно разляжетесь и в полсердца будете ожидать, чтобы что-то свалилось. И я знала, что мне нужно себя возгреть, потому что моему телу не хотелось поступать правильно. Моему телу не хотелось вовлекаться в какие-то действия, чтобы что-то брать. Но я знала, что лучше сейчас совершить насилие над тем, как чувствует себя мое тело, чем болеть днями или неделями. Итак, я встала и ходила вокруг кофейного столика, согнувшись. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам так плохо, что вы и выпрямиться не способны? Я ходила вокруг кофейного столика и говорила, «Я из семейства веры». Зачем я это говорила? Чтобы что-то заслужить? Нет. Чтобы напомнить себе, чтобы возгреть себя и начать делать что-то агрессивное. Вера агрессивна. И если вы не агрессивны, вы еще не вошли в поток веры. Итак, я ходила вокруг столика и говорила себе, «Еле слышно, я из семейства веры. В семействе веры нет болезней, абсолютно никаких. Я отказываюсь участвовать в том, что не из моей семьи». Это местописание мне как бы подсказывал Дух Святой. Позвольте вам сказать, когда вы собираетесь что-то брать, следуйте водительству Духа. Он подскажет вам, какое местописание использовать, чтобы взять то, что вам нужно. Он укажет вам, в каком направлении двигаться в вере. Следуйте за Святым Духом в этом. Итак, я просто говорила, это местописание. Я из семейства веры. В семействе веры нет болезней. И если у меня оказалось что-то, что не принадлежит моей семье, я не права. Я своровала что-то, что мне не принадлежит. Я не буду вором, позволяя в мою семью внести то, что принадлежит другой семье. Дьявол, болезнь принадлежит твоей семье, не Божьей семье. И если я допущу это в моей семье, я буду так же не права, как ты. Я не допущу ничего неправильного в семействе веры. Что я делала? Я возгревала себя. Потому что посреди ночи вера может выглядеть очень сонной. Нужно ее возгреть. Сейчас, во время разных ограничений, введенных правительством, ваша вера может крепко задремать в духовных вопросах. Новости обо всем происходящем могут ее убаюкать. Вам нужно возгревать себя и говорить, «Это не обо мне. Это мой лучший год. Я так рада, что Бог сказал нам это в начале года». Он знал обо всем, что будет. Он знал об ограничениях. Он знал, что пути вашего дохода могут измениться. Он знал это. И Он уже сказал вам, что делать. Он уже сказал вам, что говорить. «Это наш самый лучший год до ныне». Меня это так впечатлило, что Бог в предыдущие годы не говорил ничего подобного. Эту фразу Он приберег для года, который настолько не похож на другие. Я так благодарна, что Он видел, что будет, и сказал, «Пусть этот год так не похож на другие, Ему все равно суждено величие». Это наш самый лучший год до ныне. Лучшее дано нам в этом году. Но это не произойдет просто потому, что вы ходите в эту церковь. Это не произойдет просто потому, что вы христианин. Это произойдет, если вы это возьмете. Итак, я ходила вокруг кофейного столика, и, применив свою власть, сказав дьяволу убрать свои руки, сказав этой болезни оставить мое тело, я затем начала поклоняться Богу. И в следующие 20 минут я только это и делала. Я просто поклонялась Богу. Вы знаете, что поклонение – один из способов, как что-то взять. Поклонение Богу – это акт взятия. Во-первых, используйте свою власть. Скажите дьяволу убрать свои руки. Почему он держит на чем-то руки? Он хочет это забрать. Знаете, что такое симптомы? Это дьявол протянул свои руки к вашему здоровью. Он хочет забрать у вас здоровье. И вам в первую очередь нужно использовать свою власть. Говорить то, что говорит Слово. Но затем поклонением вы продолжаете брать. Итак, я противостала дьяволу, а потом начала просто поклоняться Богу, расхаживая вокруг. И я все еще не могла выпрямиться, но я начала поклоняться Богу, поклоняться моему целителю. Что я делала? Я сосредотачивалась не на своих чувствах, а на том, от кого я что-то получала, что-то брала. И когда мы говорим Слово «брать», не подумайте, что Бог удерживает что-то, и вам нужно вырвать это у Него из рук, как будто Он держит что-то вот так, и каждый раз, когда вы тянетесь, Он отдергивает руку, а вам усилиями нужно попытаться у Него это забрать. Нет, вам не нужно ничего у Него забирать. Он уже все вам дал. Все уже ушло из Его рук в вашу жизнь. Но дьявол выставляет препятствия. Вы берете, чтобы пройти сквозь препятствия. Вы берете, чтобы преодолеть противостояние. Вы берете не потому, что Бог что-то удерживает. Вы берете, потому что есть противостояние тому, что Бог уже высвободил вашу жизнь. И вам нужно простереться сквозь все и забрать это у противостояния, забрать это у препятствий, которые возникают, забрать это у неправильного мышления, забрать это у неправильных чувств. И когда я поклонялась, я не чувствовала никаких изменений, но поклонение помогало мне сосредоточиться на том, кто все мне уже даровал. И я не подходила к поклонению как к попытке что-то заполучить, а с пониманием, что он уже мне все дал. Как только вы высвобождаете веру, в то же мгновение сила начинает двигаться в вашем направлении. Как только вы высвобождаете веру. Сила высвобождается не в момент проявления ответа, а как только вы высвобождаете свою веру и берете ответ рукой веры. Вы скажете, «Пастор Нэнси, как я могу взять что-то, что я не вижу?» Рукой веры, вы не можете этого видеть, но невидимая рука веры берет то, что вы не видите. Итак, рукой веры вы его берете и не отпускаете. И ваше поклонение, после того, как вы взяли ответ рукой веры, ваше поклонение, если так можно выразиться, затягивает его в вашу жизнь. Помню, в детстве мы с сестрой ходили на рыбалку с папой. На его земле были небольшие речушки, и мы там рыбачили. Мы забрасывали наживку на крючке, и поскольку мы были помладше, нам нравилось наблюдать за поплавком, чтобы увидеть, как он нырнет, когда рыба клюнет. Но всегда можно было почувствовать, что рыба клюнула. Когда рыба на крючке, ощущение другое, чем когда наживка просто висит в воде в ожидании чего-то. Позвольте вам сказать, вера чувствует, когда что-то на крючке. Хотя ответа еще не видно, вы поймете, поймали ли вы его на крючок своей верой. Как знать, на крючке он или нет? Если вы пытаетесь поверить умом, вы ничего не поймаете. И это видно, потому что вы пыхтите, хватаетесь за соломинку, и иногда чувствуете, что не в силах со всем этим справиться. Это потому что ответ еще не на крючке. Нужна вера, исходящая из сердца. Нужно утихомирить ум и сердцем взять ответ. Но, когда мы чувствовали и даже видели, что поплавок ныряет, показывая, что рыба клюнула, мы все еще не наслаждались рыбой, пока она была на крючке. Ее нужно было вытащить. Поклонением вы вытаскиваете то, что поймали на крючок верой. Вы забрасываете слова веры. Вы ловите на крючок то, что Бог уже сделал доступным для вас. И знаете, когда что-то попадало на крючок, мы видели, как черепахи пытались забрать ту рыбу, которую мы только что поймали. Они ощипывали ее. Точно так же, когда вы ловите что-то на крючок, дьявол всегда пытается отщипнуть это, сорвать это с вашего крючка веры. Он пытается украсть это у вас. Он пытается украсть то, что вы поймали на крючок верой. Ответ еще не проявился, но он двигается к вашей жизни. Вы знаете, я совершенно уверен, я убежден, что я поймал его верой. Я знаю, даже хотя я его еще не вижу, я знаю, что я его поймал. И дьявол посылает все подряд. Мысли, сомнения, возможность на кого-то обидеться, напоминание о чем-то, чтобы затащить вас в непрощение. Что это? Всем этим он пытается разъесть то, что вы поймали на крючок веры. Он пытается украсть это с крючка веры. И ваше дело продолжать вытаскивать свой ответ, не поддаваясь никаким его уловкам. Если что-то щипало ту рыбу, которую мы поймали, обезопасить ее можно было только продолжив вытаскивать. Поклонением вы вытаскиваете ответ. После того, как я поймала на крючок веры то исцеление, которое Бог мне уже обеспечил, поклонением я его вытаскивала. Вытягивая улов, катушку на удочке крутят не один раз. Ее крутят снова и снова и снова. Сколько раз нужно крутить, смотря, как далеко ваш крючок. Как долго мне нужно поклоняться, смотря, как далеко вы своими словами оттолкнули от себя ответ. Все зависит от того, как сильно вы этого хотите. Если вы вытянете улов наполовину и скажете, что ж такое, я уже полминуты кручу, устанете крутить и положите удочку, вы можете потерять удочку. Вы потеряете не только рыбу, вы и удочку потеряете. Рыба уплывет с вашей удочкой. Начав накручивать леску, не сдавайтесь. Как долго мне нужно крутить? Пока улов не будет у вас в руках. Пока ответ не проявится. Пока он не проявится. Вот почему Папа Хэгген, возложив на людей руки и зная, мы поймали ваше исцеление. Исцеление вам принадлежит. Сила действует в вас сейчас. Нет, ответ еще не проявился, но вы его поймали. Говорил, не выключайте веру. Что он имел в виду? Продолжайте крутить. Продолжайте крутить. Улов на крючке, продолжайте крутить, пока это не проявится в вашем теле. Вот что такое брать. Вот что такое брать. И вот, я поклонялась Богу и таким образом брала ответ. И через 20 минут поклонения Богу, внезапно, что-то упало в мой дух. Я не знаю, как это описать. Я не почувствовала ничего физически, но я почувствовала это осязаемо в духе. Как будто монетка провалилась в торговый автомат. Что-то щелкнуло. Я получила ответ. И я знала, что раз я его получила, я пойду спать. Уже далеко за полночь, я пойду спать. И когда я собиралась подняться по ступенькам, чтобы вернуться в спальню, мне пришла мысль. Уж лучше останься здесь и поклоняйся, пока ответ не проявится, иначе у тебя его нет. Я остановилась на мгновение, обдумала эти слова и ответила. Нет, вот здесь я его получила. Если я останусь и продолжу поклоняться якобы в вере, это значит, я не верю, что у меня есть ответ. Видите, дьявол использует очень тонкий обман. Что он пытался сделать? Затащить меня на арену ума. Поскольку ответ еще не проявился физически, он пытался затащить меня на арену ума. Он даже поклонение был готов для этого использовать. Почему? Потому что в духе я знала, что получил ответ, и пора спать. Но если бы я поступила иначе, чем меня вел дух, я бы последовала за своим умом, а не за духом. И тогда у дьявола был бы доступ, чтобы украсть то, что я получила. Так что я пошла спать все еще со всеми симптомами в теле. И внезапно я проснулась. Я посмотрела на часы, был час ночи. И я проснулась от того, что почувствовала прикосновение. Я физически почувствовала, как меня коснулась рука. И в то же мгновение все симптомы просто оставили мое тело. Почему? Потому что я не просто пролежала в кровати в ожидании, что что-то свалится. Я взяла это. И я хочу, чтобы вы знали, что Бог приготовил для нас самый лучший год. Но это не произойдет, если мы просто будем сидеть на церковных креслах, на кресле дома, сидеть и просто знать, что слово истина. Это произойдет, если мы возьмем это. Царство Небесное приветствует неистовость. И у вас будет в 2020-м то, что вы возьмете. И декабрь покажет нам, что мы взяли. Так что начните брать. Каждый день, каждый день, каждый день берите своими устами, своим поклонением. Берите каждый день. Не просто сидите и ждите, чтобы Бог свалил что-то на вас. Берите то, что Он вам дал. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok